Кандидат на должность Башкана Гагаузии от партии ШОР Евгений Гуцул и вице-председатель формирования Марина Таубер провели онлайн-беседу с председателем Комитета по международным делам Государственной Думы России Леонидом Слуцким. Стороны обсудили возможности экономического и культурного сотрудничества между двумя странами. Кандидат от партии ШОР на должность Башкана Евгений Гуцул рассказала Леониду Слуцкому о пожеланиях, высказанных Гагаузами накануне выборов 30 апреля. Мы разговариваем сейчас с людьми Гагаузии. И все, все просто говорят про то, чтобы Гагаузия дальше была в стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Для них это очень важная тема. Поэтому для нашей Гагаузии и для гагаузского народа мы бы хотели, чтобы Россия поддерживала и дальше, чтобы мы сотрудничали. В свою очередь, вице-председатель партии ШОР Марина Таубер поделилась планами формирования по развитию гагаузской автономии. Наша программа и в Гагаузии, и во всей Молдове, она будет в первую очередь связана с теми проектами, которые нам уже удалось реализовать. В городе Аргеев, в районе Аргеев, в Таракли, которая также находится на юге Молдовы. И в около 100 населенных пунктах нашей страны, где администраторами, управленцами являются примары от партии ШОР. Председатель комитета по международным делам Государственной Думы России Леонид Слуцкий заверил, что московские власти всегда будут поддерживать партнеров, которые хотят искреннего и выгодного сотрудничества. Мы всегда выступали за теснеющие, прежде всего, экономические и культурные связи с Молдовой. Сегодня ситуация в стране и политическая, экономическая, к сожалению, на грани катастрофы. Не хотел бы произносить этих громких слов, но давайте будем реалистами и смотреть правде в глаза. С этой ситуацией консолидация общества, которую ведет сегодня ваша партия, которую сегодня люди уважают, ценят, верят ей, в отличие от большинства прочих политических сил, которые в большей степени работают на себя, нежели на людей. Это очень и очень ценно, это вызывает большое уважение. Леонид Слуцкий добавил, что по мере роста популярности и авторитета партии ШОР в глазах народа увеличивается и число оппонентов, пытающихся навести ущерб имиджу формирования в информационно-политическом пространстве Молдовы и Европы.